В День славянской письменности и культуры в Мытичинском историком-художественном музее провели интерактивную программу «Как писали на Руси». Культурный мастер-класс проходит уже пятый год и рассчитан на школьников. Мы говорим с ребятами о появлении славянской письменности, о том, кто создал первую азбуку, но вообще заходим мы очень издалека. То есть мы изучаем вопрос, что же было до письменности, как люди сохраняли информацию. Я рассказываю о передаче письма с помощью предметов, о предметном письме. Когда появилась вот эта первая азбука «Кириллица», то первоисточников осталось очень мало, книги, которые написаны на «Кириллице». Поэтому это очень бесценно. Мы обязательно изучаем эту азбуку, пишем на этой азбуке какие-то слова, предложения, а затем переходим уже к «Кириллице». В этот раз в программе поучаствовали самые маленькие школьники – первоклашки. Ребята окунулись в историю создания славянской письменности, узнали о том, как раньше писали гусиными перьями, посмотрели на старинную азбуку и попробовали сами написать глаголицей. Мы здесь оказались не случайно. Уроки у нас закончились вчера, а сегодня мы решили посвятить день экскурсии и пришли в этот замечательный музей вместе с ребятами первого В-класса, лицея 34 города Матища, вместе с родителями на этот прекрасно организованный мастер-класс. Нам показали старинную азбуку, глаголицу, рассказали о Кирилле и Мефодии. И ребята даже будут писать гусиными перьями настоящие. Отмечу, День славянской письменности и культуры – это праздник, когда россияне вспоминают великих просветителей прошлого – братьев Кирилла и Мефодия. Они создали первую славянскую азбуку, которая заложила основу всей славянской культуры. Традиционно в округе праздничные и культурные мероприятия проходят в течение нескольких дней.